Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Его пророку и посланнику Мухаммаду, всей его семье, всем сподвижникам, а также всем, кто последовал по его верному пути вплоть до Судного дня. Я свидетельствую, что никто не достоин поклонения, кроме единого Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад – его раб и посланник. «О те, которые вы веровали, бойтесь Аллаха должным образом, и не умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» «О люди, бойтесь вашего Господа, который создал вас из единой души, а затем создал из нее же самой пару для нее. И расселил множество мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем которого вы спрашиваете права друг у друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами». «О те, которые вы веровали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Если вы будете поступать таким образом, то Аллах исправит ваши деяния, простит вам ваши грехи. Тот же, кто подчинился Аллаху и его посланнику, уже обрел великий успех. А затем, дорогие братья, уважаемые единоверцы, молодые люди и молодежь ислама являются самыми лучшими и самыми активными представителями нашей общины. И, в общем, мы все с вами также относимся к молодежи. Но сегодня молодежь сталкивается с рядом вызовов и рядом проблем, которых не было раньше. Вдобавок ко всем тем трудностям, с которыми сталкиваются молодые люди всегда и везде. В исламе очень большая роль уделяется молодежи. Праведная молодежь является залогом развитого общества. Молодые сподвижники играли огромную роль в понимании передачи ислама и в его распространении. Давайте вспомним таких великих сподвижников, как Абдулла ибн Аббас, как Абдулла ибн Умар, как Муад ибн Джабаль, как Абдулла ибн Амр ибн Аль-Ас, как Зейд ибн Табид и многие другие молодые мусульмане. Они сохранили наследие посланника Аллаха, салаватуллахи ва саляму алейхи. Они вместе с более старшими сподвижниками распространили ислам на полмира. С такими великими сподвижниками, как Хальбнуль Валид и другие великие мусульмане. Все они, как молодые, так и более старые, опытные мусульмане, представляли из себя единую мусульманскую общину. Сегодняшняя молодежь, вне всякого сомнения, является наследниками той молодежи, которая была рядом и стояла плечом к плечу с посланником Аллаха, салаватуллахи ва саляму алейхи ва саляму. Все молодые люди, как во время посланника Аллаха, миримое благословение Аллаха, так и сегодня, должны должным образом соблюдать повеление Всевышнего Аллаха. Стараться воплощать предписание ислама в жизнь. Как известно, семерых, семь категорий людей, которых Аллах Всевышний укроет в своей тени, в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени. И одна из этих категорий, дорогие братья, это молодой человек, который вырос в поклонении Всевышнему Аллаху. Он не вырос в невежестве, он не вырос, не зная свою религию, он не вырос в грехе и в ослушании, но он старался соблюдать предписание Всевышнего Аллаха. И это будет залогом того, что Всевышний Аллах покроет его в своей тени, когда не будет другой тени, кроме его тени. Мы видим, как посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, уделял особое внимание молодым людям и молодежи в общем. Он часто обращался к ними со словами «Я шабаб», то есть «О молодежь», «О молодые люди». Он не относился к ним высокомерно, но он ставил их на равных. Так же и мы с вами сегодня, когда видим маленьких детей, подрастающих подростков, должны понимать, что завтра они станут ровнее для нас и уважать их, милосердно относиться, терпеливо относиться к ним. Посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, также обращался к молодым людям со словами «Я гулям, о мальчик, молодой человек, юноша». «Я гулям, инни у'аллиму ка калимат». Поистине, я хочу тебя научить, молодой человек, определенным словам. Посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, старался принести пользу молодежи, потому что знал, что молодежь – это то, та семечка, которая прорастет и завтра станет цветущим садом, либо же станет сухим, не приносящим никаких польз, просто деревом. И он учил словам, он учил «Ихфазиллаха, яхфазк», «Ихфазиллаха, таджиду туджахак», «Иза саальта, фасалиллах», «Ва азаста'анта, фаста'анбиллах», что означает «Помни о Всевышнем Аллахе, и Он будет помнить о тебе». «Помни о Всевышнем Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой рано или поздно». «Если просишь, то проси только у Всевышнего Аллаха, а если просишь о помощи, то проси только у Всевышнего Аллаха». Посланник Аллаха, салалиллаху ассалям, сел в их сердцах, в первую очередь, единобожие, в первую очередь, поклонение единому Аллаху и никому другому. И после этого учил их определенным нравственным качествам, для того, чтобы их жизнь, как мирская, так и вечная, были счастливыми. Также посланник Аллаха, салалиллаху ассалям, говорил «Я, Муаз, галь тадри ма хакку Аллахи аля аибадихи, ва ма хаккуль аибади аля Аллаху». Он говорил «О, Муаз, знаешь ли ты, каково право Аллаха на своих рабов? То есть, какие права имеет Всевышний Аллах на своих рабов? И какие права имеют рабы на Всевышнего Аллаха?» Он обучал их таким важным вещам в первую очередь. Он не обучал их, в первую очередь, спорту, бизнесу, технологиям, но в первую очередь, объединял их на основе самого важного, что может объединять людей. Это иман, это вера, это Единобожие, это поклонение Единому Аллаху. Также посланник Аллаха, салалиллаху ассалям, когда видел какие-то неподобающие поступки со стороны молодежи, он старался найти подход каждому молодому человеку. Он не говорил «Ты такой-сякой», не бил, не давал им подзатыльники, он не унижал их, не оскорблял, он не стравливал их между собой. Но он старался найти подход, ключик к сердцу каждого молодого человека, в зависимости от его уровня понимания, в зависимости от его возраста, в зависимости от его социального положения. Когда он видел что-то плохое, неподобающее со стороны молодежи, он, к примеру, говорил «Когда он видел, когда мальчик ест левой рукой с общего блюда и ест откуда попал, он говорит «Сядь поближе, упомяни имя Аллаха и бери с тех мест, которые ближе к тебе». То есть он одним предложением научил этикету приема пищи. Из этого даже мы, взрослые с вами, все берем пример. Мы учимся с того примера, которым он научил этого молодого человека. Даже многие из нас не знают имя этого сподвижника, но все из нас помнят, что нужно есть правой рукой, нужно упомянуть имя Аллаха и нужно брать из того, что ближе к тебе. Настолько велика польза подхода посланника Аллаха к молодым людям. Пророк давал эти наставления для того, чтобы привить высокий нрав, высокий этикет молодым людям, потому что он знал, что завтра они заменят нас с вами. Он относился к ним как к равным. Молодежь, вне всякого сомнения, дорогие мусульмане, наше будущее. Ислам призывает молодежь. В первую очередь, когда молодой человек становится уже половозрелым, либо же близко к этому, ислам побуждает и их, и всех взрослых опускать взоры. Ислам приказывает не развивать мысль о греховном. Если молодой человек не может жениться, но у него есть половое влечение, он должен соблюдать пост. И в этом будет решение для его физических и духовных трудностей, пока он не может обрести свою семью. Первое. Если молодой человек может жениться, то ислам приказывает ему искать богобоязненную супругу. В первую очередь, некрасивую. В первую очередь, небогатую. В первую очередь, незнатную. Потому что все это со временем может уйти. Человек может стать некрасивым. Человек может перестать быть богатым. Или же и ее семья может перестать быть знатной и влиятельной. Но та вещь, которая навсегда остается человеком, по воле Аллаха, это его богобоязненность. Это ее богобоязненность. Поэтому посланник, саллаллаху али ассалям, учил молодежь. Если ты выбираешь свою супругу, то старайся обрести богобоязненную супругу. И пусть даже при поиске этого все твои руки покроются пылью, но старайся, закатив рукава, найти богобоязненную супругу, которая будет помощницей тебе в делах этого мира и в делах мира вечного. Также посланник Аллаха, саллаллаху али ассалям, предписывал давать детям добрые имена, хорошие имена. Те имена, которые не противоречат религии Аллаха. Те, которые несут добрый смысл. Раньше, как называли во времена и в эпоху невежества, арабы своих детей, харб, война. Или же девочку могли назвать, допустим, каким-то плохим именем, которое не подобает женщине, когда она вырастет. Когда посланник Аллаха, саллаллаху али ассалям, видел таких людей, даже уже выросших, взрослых, он менял их имена. Но тех сподвижников и сподвижниц имена, которых не противоречили исламу, имена он их не трогал. Он оставлял их такими, какие есть. Поэтому, когда новый мусульманин принимает ислам, не нужно спешить и менять свое имя. Нужно посмотреть, что твое нынешнее имя значит. Если оно не противоречит исламу, его не нужно менять. Далее, ислам рекомендует родителю уделять особое внимание своему ребенку, начиная с возраста развлечения. Когда ребенок понимает уже простые слова, подойди, отойди, принеси, 4, 5, 7 лет, 3 года, с этого возраста уже нужно уделять внимание ребенку. Это не просто еда, это не просто питье, это не просто смена подгузников. Но уже нужно стараться подавать добрый пример своему ребенку. Посланник Аллаха, саламу, сказал, Начинайте призывать ваших детей совершать молитву, показывать им эту молитву с 7 лет. Если же с 10 лет ребенок начинает уже как-то халатно относиться к молитве, то можно их слегка шлепать. К тому моменту, когда он достигнет половой зрелости, 12, 13, 15 лет, он уже будет готов, потому что с 7 лет он видел пример, с 10 лет он видел побуждение. А представьте ребенку не объяснять про молитву. Говорит, он еще маленький, не будем его будить на утреннюю молитву. Она еще маленькая, ей хиджаб не нужен. Хорошо, когда ей стукнет 13 лет, 14 лет, попробуй надеть на нее хиджаб. Когда она уже привыкла, попробуй разбудить его на молитву, когда он храпит. Субханаллах. Детей нужно воспитывать, начинать с самого раннего возраста, показывать им свой собственный пример. Иначе впоследствии поменять будет что-то очень поздно. И также посланник Аллаха говорил, «Куллю маулю дин юля дуаля фитра» «Каждый новорожденный рождается с присущей ему врожденной склонностью к поклонению единому Аллаху». Аллаху. Так переводится слово «фитра» – врожденная природа, суть которой – поклонение единому Аллаху. И наша задача с вами, как отцов, как братьев, как друзей, как сверстников, сохранить эту фитру в наших сыновьях, в наших братьях, в наших друзьях. Сохранить эту фитру. От вас не требуется сформировать это врожденное качество. Аллах уже вложил в человека поклонение единому Аллаху. От вас требуется только сохранить его. Не исказить, не испортить, не сделать грязным. Сохраните эту фитру, и человек вырастет соизволение Аллаха достойным мусульманинам. И пятое, но не последнее. Ислам учит детей хорошо относиться к своим родителям в качестве доброго дела, в качестве воздаяния, хотя это не может никогда стать воздаянием, в качестве воздаяния по отношению к родителям, за то добро, которое они сделали, когда мы с вами были маленькие. Те, у кого есть дети, у кого есть младшие братья, видят, как дети себя позволяют себя вести, когда им 5 лет, 7 лет, 8 лет и так далее. Мы с вами были такими же. Наши родители терпели от нас это отношение. И теперь, когда они состарились, когда они больше нуждаются в нас, чем мы в них, мы не должны забывать про них. Мы должны относиться к ним по-доброму. Мы должны делать дуа Аллаху за них. Мы должны слушаться их, несмотря на то, что мы с вами стали уже взрослыми, у нас свои дети. Но это не отменяет обязанность подчинения своим родителям. Ислам нас, как детей, учит именно этому. Аллах говорит в Коране, «И склоняй перед ними, перед матерью, перед отцом, крыло из милосердия, и говори, о Господь мой, помилуй их так же, как они миловали меня, когда я был маленьким». Это лишь некоторые правила этикета, дорогие братья. Насколько ислам заботится о молодежи. Насколько ислам уделяет внимание молодым людям. Потому что это наше будущее. Это наше будущее с вами. Если молодежь испортится, испортится наше с вами будущее. Поэтому наша обязанность, дорогие мусульмане, уделять внимание молодежи. Будь то мы, также молодежь, будь то это наши братья, это наши сестры, будь то наши дети, будь то наши друзья, сверстники молодые, мы должны не забывать о том, что будущее за молодежью. В наше с вами время молодежь сталкивается с рядом вызовов, с рядом проблем, которые были раньше, и с рядом новых проблем. Сегодня существует, помимо того, что много опасных сект, много опасных течений, много опасных отклонений от религии ислам, также существуют разные формы зависимости. Зависимость от различных мультиков, которые в скрытой форме навязывают нашей молодежи не исламские ценности. Какие-то аниме, какие-то вещи, которые вообще далеки от ислама, но подаются это в сладкой оболочке. Обратите на это внимание. Это не просто так. Также существует ряд зависимостей, таких как интернет-зависимость, инстаграм-зависимость, когда человек за лайки готов сделать все, что угодно. И, к сожалению, эта проблема, она касается всех нас с вами. Что говорить про детей, если взрослые от этого зависимы? Если порой семьи распадаются из-за интернет-зависимости. Она пошла в ресторан, фотографирует, она пошла, ей муж купил кольцо, она фотографирует, а потом удивляется, почему ее сглазили, почему ей завидуют. Потому что вокруг тебя много людей, которые этого не имеют. Ты сама выставляешь все в инстаграм, сама выставляешь все в фейсбук. Счастье любит тишину. Ислам побуждает сохранять семейные ценности, семейные достижения в кругу семьи. Поэтому, дорогие братья, проконтролируем себя, свою молодежь, свои семьи от этой зависимости. И самое опасное, что может быть из современных вызовов, с которыми сталкиваются наши с вами молодые ребята, мы с вами, это изменение наших вероубеждений. И на самом деле лечение этой проблемы, оно лежит на поверхности. Оно очень простое. Первое, это воспитывать достойно наших детей, наших братьев, наших друзей, наших младших. Первое, это воспитывать достойно в соответствии с умной. И второе, стараться их связывать с обладателями знания. Стараться делать какие-то встречи, какие-то уроки, какие-то поездки. Приукрашивать знания для них. Потому что знания это трудная вещь. И к нему может прийти только полностью разумный человек. который осознал их ценность, ценность знаний. Но те же молодые люди, которым хочется гулять, играть, футбол, ездить в путешествия, их трудно призвать к знанию. Поэтому старайтесь найти такой ключик, который поможет связать молодых ребят со знанием и со знающими людьми. Прошу Всевышнего Аллаха даровать нам благословения в нас, в нашем потомстве, в нашей молодежи. и возвысить ислам и мусульман. Я говорю, это слово и я сгибу и я сгибу и я сгибу и мусульман и мусульман из всех дембин и хатия. Тот, кто внесет в это наше дело то, что к нему не относится, то оно будет отвергнуто. Отвергнуто Всевышним Аллахом, отвергнуто религией Ислам, отвергнуто мусульманами. Также сказал, Поистине Всевышний Аллах заменил все ваши праздники эпохи невежества до исламского периода двумя лучшими праздниками. Это праздник разговения после окончания Рамадана и праздник жертвоприношения во время хаджа. Дорогие мусульмане, все мы живем с вами в немусульманских обществах. И у немусульман есть свои праздники, к которым мы с вами не должны иметь отношения. И в частности, все мы знаем, что настоящая любовь, любовь, которая призывает ислам, это любовь бескрайностей, это любовь, которая отдает каждому обладателю право то, на что он заслуживает, то, что он заслуживает. Это любовь, которая не забывает ни о ком и любовь, в которой нету преувеличения и нету каких-либо крайностей. Дарить подарки любимым, дарить подарки своим родным, близким, своей семье, своим женам, своим детям, это не только в один день, это не только в какие-то периоды. Ислам к этому побуждает всегда и везде. Всегда и везде подарки, укрепляли братство и укрепляли человеческие взаимоотношения. Поэтому прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы, во-первых, не уподоблялись не мусульманам, чтобы мы любили то, что любит Аллах, и тем самым мы будем проявлять настоящую любовь, и чтобы мы не любили то, чего не любит Всевышний Аллах. Всевышний Аллах что означает «Пусть тебя не обольщает та свобода, которой наслаждаются неверующие в этой жизни». Это всего лишь временное удовольствие, а затем их вечным местом пребывания будет ад. Насколько плохое это место пребывания? Дорогие мусульмане, я призываю всех и себя в первую очередь сохранять свою религию, сохранять следование посланнику Аллаха и не уподобляться не мусульманам, будь то в их праздниках или в их манере поведения и тем более в их религии. Потому что со временем любовь к их праздникам и к их образу жизни рано или поздно вас может привести к любви к их религии. Это не просто так запрещено Всевышним Аллахом и его посланникам. На самом деле любовь ко Всевышнему Аллаху она заключается в следовании его посланнику. Аллах говорит что означает скажи о Мухаммад своим последователям если вы на самом деле любите Аллаха то последуйте мне то есть мне посланнику Аллаха и вас полюбит за это Аллах и просит вам ваши грехи. так же Аллах говорит в Коране что означает вскоре Аллах приведет таких людей которых Он будет любить и которые будут любить Его. Дорогие мусульмане я искренне прошу Всевышнего Аллаха чтобы мы были среди тех кого любит Всевышний Аллах и чтобы мы не были среди тех которыми Он недоволен либо тех на которых Он разгневался прошу Всевышний Аллах сохранить для нас нашу религию наших детей наших братьев наших сестер и объединить всех нас наследованию Курану и Сунне Барак Аллаху Барак Аллаху Фикум Инна Аллаху Малайкатаху Исаллун Алян Наби Я Айюха Алладзина Аману Саллю Алейхи Ва Салли Мутаслима Ва crypt 말씀 Салли Мутаслим Курана Мутаслим Ага Агум Саллим Твое Саллим Саллим Субтитры создавал DimaTorzok